МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Багир Шариф, Шамиль Бузиков, Виталий Брам. Подведем итоги летнего ремонта дорог. В частности, поговорим о программе «Безопасные и качественные дороги». Общественники уже в сетях активно высказываются. По этому поводу есть определенные претензии. Выясним. Да, во втором части. Да. В первом части поговорим о капитальном ремонте. Поскольку не очень давно, в конце августа, было выездное мероприятие, где общественные деятели осмотрели дома, в которых ведутся мероприятия пока по ремонту. И были высказаны замечания, и довольно серьезные по качеству проведенных работ. Мы пригласили в студию Михаила Кузьмина, генерального директора фонда капитального ремонта Кировской области. Михаил Алексеевич, добрый день. Добрый день. И Сергея Улитина, руководителя Центра общественного контроля в сфере ЖКХ при Общественной палате Кировской области. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. — Какие же основные претензии общественники высказали тем, кто делал капремонт в домах? Давайте с общественников начнем. Сергей Николаевич, мы начнем с поездки или мы начнем с поездки? — Я думаю, что от поездки к поездке это повторяется. Именно эти претензии. — Нет, не соглашусь. И на самом деле, может быть, начну с конца. И те выводы, которые мы делаем, они из года в год. Мы укрепляемся в позиции, что хорошо проходит капитальный ремонт только в тех домах, где поработали, кроме фонда капитального ремонта, жители, то есть актив там, совет дома и управляющая компания. — Хорошо это как? — Хорошо это активно и заинтересовано. Приводим пример и тут же переходим к Кудшо-2. Это дом, на котором мы были. — Это в Коминтерне? — Нет, это Налепся. — Налепся? — Это Налепся. — А, простите, да. — Дом интересен тем, что в свое время, когда была большая программа, по-моему, в седьмом году по ремонту дорог, федеральная программа, там им хорошо заасфальтировали, так что уровень дорожного полотна стал выше входа в подъезды. А поскольку все подъезды выходят на дорогу, то там сразу случилось мини-ЧП. Причем технологически это сделать было по-другому невозможно с точки зрения устройства дорог. И мы приехали на этот дом, на котором проектные работы пришлось корректировать по ходу. Применять какие-то технические решения, когда проектировщики, вот это тот резкий случай, когда проектировщики сделали все правильно, но пришлось изменять. Потому что требования дорожных, в общем, дорожных служб оказались несколько иными. И очень здорово, когда нашлось и техническое решение, вот там жители как раз принимали участие в том, как это организовать. И сейчас интересное решение, они там поменяли бетонный асфальт, это по требованию дорожных служб. Изменили технологию отвода воды, и мы поедем к ним, мы договорились, что мы еще раз приедем, наверное, это будет на следующей неделе, посмотреть, что у них получилось в результате. То есть они интересное решение придумали такое, чтобы с одной стороны было комфортно пользоваться домом, то есть никаких там ниш, ям, где стоит вода, и коляски можно было выкатывать. То есть они сделали такие перепады, ну, в общем, просто это надо видеть, надо съездить и всем посмотреть. Сергей Николаевич, подождите, была сделана дорога по технологическим требованиям, она была выше, чем выхода из подъезда на эту дорогу. И в результате, вы сказали, мини-коллапс случился. В чем он заключался? В том, что вода затекала в подъезды. Как долго она затекала в подъезды? По-моему, с седьмого года. Ага, прошло 11 лет. Прошло 11 лет и, наконец-то, нашлось решение. Да, и еще раз мы говорим, да, то есть хорошо, что приходит к нам капитальный ремонт в дома. Хорошо, хорошо, что у этого дома попал один из видов работ, это капитальный ремонт фундамента. Потому что была на глубину 2 метра выкопана земля, проведена гидроизоляция фундамента для его сохранения, необходимые работы, и в том числе вот эта вот отмостка, и вот организация отвода воды. А вот я сразу задам вопрос Михаилу Алексеевичу, мы как раз тут до эфира общались, и вы говорили, Михаил Алексеевич, что у вас есть опыт в дорожных работах. Вот эта ситуация, когда строится дорога, а с дороги потом сливается вода к фундаменту дома в течение 11 лет. И после этого необходимо проводить капитальный ремонт с водоотведением и с ремонтом фундамента, поскольку он отсыревал и разрушился. Безусловно, это неправильное было проектное решение той организации, которая проектировала устройство дорожного полотна. То есть не был выполнен водоотвод, и вот если еще дополнить слова Сергея Николаевича, там вообще дорога, она выходит, то есть нету тротуара. Эта дорога является еще и на красную линию выходит. То есть, безусловно, там нужно было делать водоотвод, но это не было предусмотрено. И слава богу, сейчас мы устраняем эту недоработку других. Но приходится вкладывать больше средств, потому что фундамент разрушался в течение 10 этих лет. Ну, более-менее сейчас показывает такой знак рукой Сергей Улитин. Но 11 лет даром-то не прошли, даже я это понимаю. Я просто хочу сказать, что таких домов в городе Кирове огромное количество. Вот мой дом, который является примером для всех негативных возможных неправильно проектировочных решений. Так не надо делать. Он тоже стоит и заходит за красные линии, он стоит ниже, чем дорожное полотно, нет водоотведения, все туда заливается, как только может, прямо под фундамент. И я знаю, что в капремонте мы стоим на 1936 год с ремонтом крыши, которая с самого начала сдана там с нарушениями и протекает. Ну, и поэтому я акцентирую на этом внимание. Мы, конечно, рады, что активная позиция жителей и фонда компремонта нашли решение спустя 10 лет. Но, на мой взгляд, это крайне непрофессиональная работа служб, которая в городе существует. И отсутствие комплексной разработки как раз территории и своевременной правильной постановки в график всех работ. На мой взгляд, тут просто даже к гадалке не ходи, это совершенно очевидные вещи. Как много у нас таких домов в городе? Знаем мы это? Были ли специальные исследования на эту тему? Или это в процессе выясняется? Уже ремонт, когда подрядчик приезжает? Не готов сказать, но регулярно каждый год попадают дома с подобной ситуацией, когда воду надо от фундаментов отводить. Конечно, это не единичные случаи, и, конечно, такие дома есть. Массово. Мне кажется, это массово, потому что с водоотведением у нас все проблемно очень. Отсутствие ливневки, отсутствие водоотведения, нарушение технологических процессов. Ну, давайте так. Ну, мы, конечно, себя похвалим, Сергей Николаевич, но это безобразие. Десять лет существовать в таком положении, чтобы потом потратить большие деньги. Это плохо. Так, кого нахвалить не понял? Никого. Ну, на самом деле, большие деньги не потратили. Здесь все уложились в тот размер предельной стоимости, который установлен для данного вида ремонта. И что делали с фундаментом? Ну, фундамент его выполнили усиление, сделали гидроизоляцию, обратную засыпку, плюс вот этот водоотвод, про который говорили. То есть... Тут изюминка не о самих работах по фундаменту, а как раз вот... В принятом техническом решении, в ходе работ. А куда водоотведение в итоге вывело? Оно по периметру ниже пошло. Ну, на существующий уклон. То есть, а вода теперь отводится. Смотрите, самое простое было сделать, как... Такие маленькие колодцы у входа, у выхода, в которые формально был бы навес, в которые формально вода бы не попадала, но прожающие машины, вот, так сказать, корыдцы, они бы заполнили очень быстро. Поэтому вот это вот решение ступенчатого перепада, это достаточно такое интересное и правильное решение. Вот меня теперь интересует следующий вопрос. По одному дому такое решение было принято. Мы будем ждать следующего выявления такого факта. Или мы эту практику, например, сейчас закрепим, соберем заявки от жителей, чтобы повсеместно в городе Кирове такое технологическое решение применить к страдающим от отсутствия водоотвода домам. Оно немасштабируемо. У нас не так много домов, которые прямо вот в прямую выходят на красные линии, то есть... Я подаю заявку. Вот что мне делать с моим домом? В вашем доме? Тут точно такая же история. В вашем доме... Ждать будем какого года? В вашем доме подобное решение не получится. Оно нереализуемо для вашего дома. Но вот у нас затапливает фундамент. У нас нет водоотведения. Что нам делать? Вам нужно устанавливать дренаж. Дренажную систему. Сами владельцы квартир должны устанавливать и сами копать, и сами технологически заказывать проект, деньги вкладывать и воду отводить. Неважно, как была построена дорога и неважно, как был сдан дом. Правильно я вас понимаю? Ну, я тоже тут не вижу, кого хвалить. Ну, нет. Некого хвалить. Здесь еще зависит от того, кто является собственником тому земельного участка, на котором находится как раз там, где нужно дренаж делать. Если этот земельный участок оформлен, ну, дом находится в собственности, то есть, либо земля это муниципальная, либо земля это в собственниках. То есть, от этого дома. Красные линии, вы говорите? Дом заступает за красные линии. Так уж было когда-то дано разрешение. Вот такая ситуация. Фактически, мы, выходя из подъезда, открывая дверь, фактически попадаем на проезжую часть. Именно так. Да. Так и есть. И что? Все равно собственники? Да. Это территория, которая... Ну, инициатива должна в любом случае от собственников идти. Вот здесь, еще раз, здесь было проектное решение одно. И оно было... Оно ничего не исправляло. Да, оно ничего не исправляло, но оно ничего и не нарушало. Но вот это вот взаимодействие фонда с жителями... Ситуация стабильная. Ничего не исправляло, но ничего и не нарушало. А ситуация усугублялась. Да, но, Вики, мы же говорим, что если бы это закончилось так, мы бы сейчас сидели и говорили. Вот фонд поступил формально, не услышал жителей. Жители где-то там отсиделись на своих квартирах за дверями. Мы-то как раз говорим про другое. Вот здесь как раз тот пример, когда... Ведь мы же не говорим, что вот с этого года все стало хорошо и во всех домах. А давайте сейчас конкретное руководство к действию дадим жителям, которые в ближайшее время с капремонтом столкнутся. Что нужно было делать? Что делали собственники квартир по Кучо-2? После короткого перерыва мы это сделаем. Давайте. Поехали. Это очень поздно. И самое большое для меня разочарование, что это вот тема, что в результате неправильных конструкций... Нет взаимодействия, не было в результате отсутствия взаимодействия служб. В итоге дорогу построили, а дом заливает. Десять лет ждем, прежде чем найти какое-то решение, вкладываем деньги капремонта. Какие все мы молодцы. И дальше я спрашиваю Сергея Улитина, будет ли масштабироваться этот опыт. Обратите внимание на эту проблему, где такая же есть история, выход за красные линии, нет водоотведения. И проверить все дома. Нет, он не будет масштабироваться. Будем ждать обращения жителей. И вот Володя задает вопрос до эфира, что... До перерыва. До перерыва. Как же тогда должны поступать жители, у которых примерно такая проблема есть? Вот на опыте дома по Кудшу. Что делать? Писать заявление, что в письменном форуме это все было? Ну, смотрите, давайте, наверное, все-таки я подкорректирую свое высказывание. То есть данное техническое решение немасштабируемое. Оно касается только тех домов, которые стоят на перепадах, и есть перепад ниже. Вот данное конкретное решение. Масштабируемое еще раз. Мой дом именно в таком месте находится. Нет, ваш не в таком. У вас как раз ограничено со всех сторон более высокими периметрами. Неправда. У нас стоит на склоне оврага дом. Да я знаю, где у вас. Сергей Николаевич. Ну что вы. Улица Молодая Гвардия выше, чем улица Горбачева. Дом стоит на склоне. Ну как так? Овраг дальше. Масштабируем, масштабируем. Мы найдем такие дома. Отлично. Но начинаем не с этого. Начинаем с вопроса, который задал Володя. Да, что делать? Что делать людям? Большинству жителей нашего города я порекомендую для начала посмотреть, какие виды работ в какие годы по программе будут проводиться. Это на сайте фонда капитального ремонта. На сайте фонда капитального ремонта. Потому что обычно люди узнают по факту с удивлением, что оказывается у нас уже даже что-то сделали. То есть начинать надо с этого. Потом на этом же сайте фонда капитального ремонта есть конкурсы. Объявляются конкурсы. Есть результаты конкурсов. Есть виды работ. И вот, по крайней мере, дом Карла Липна, 67, спокойно ходит в гости. Театральная площадь. Да. Это тот же дом, в котором мы были. Тоже, где активные жители. Спокойно ходит в фонд капитального ремонта и говорит, покажите нам. Мы хотим узнать, как это будет сделано. Мы против этого. И вот у них как раз, мы сейчас про это тоже поговорим. Они с этого года планово перенесли работы по капитальному ремонту на следующий год. У них там фасад. Они против того, чтобы сейчас в этом году делать фасад. Потому что, если не сделать крышу, то этот весь фасад через два года разрушится. То есть деньги все уйдут на фасад. Они хотят еще подкопить. Нет, они не хотят подкопить. Давайте сейчас пока мы это запомним. То есть фонд капитального ремонта. Надо прийти и посмотреть, какие решения технические. Запланированы в вашем доме. Конечно. И сами им потом оценить, они своевременные эти решения. Или нужно другой вид работы провести сначала. Правильно я вас поняла? Да. Но даже... Давайте по-простому пойдем. Потому что замена одного вида работы на другой. Вот сейчас я думаю, что чужой хлеб отнимать не буду. Николай Викторович, подключайтесь. Ну, я не хотел перебивать. Я еще раз остановлюсь о том, что я уже говорил. Первое, да. Собственники должны установить сроки, когда у них будет ремонт. Это какой. Но вот по данной ситуации они должны еще разобраться. Вот если рассматривать придомовую территорию, в чьей собственности эта территория находится. То есть мы проводим ремонт только общего имущества. Если эта территория является муниципальной, то ей заниматься должен быть муниципалитет. И если собственники увидели, что у них будет ремонт фасада или фундамента, наверное, резонно обратиться еще параллельно и в администрацию, управляющую организацию. Давайте мы совместим капитальный ремонт фасада и фундамента, допустим, с ремонтом придомовой территории. Наверное, вот это так будет более правильно. Но, как говорится, вы правы, что собственник-то, от него должна инициатива исходить. Но никто не будет за него ходить и решать, ты делай это или ты делай другое. То есть все решения принимаются общим собранием. То есть это даже не один человек. Они должны совместно принять решение. Что касается замены работ, у нас такой нет практики. То есть одну работу менять на другую. И законодательно это не установлено. Единственное, что собственники имеют право провести какой-то вид ремонта в более ранние сроки. То есть мы это уже не раз обсуждали. Если у них есть средства или определенные условия. То есть сначала нужно заплатить самим, а потом уже эти деньги будут, возможно, размещены. Да, в качестве зачета они будут размещены. То есть возможно вот таким путем это решить. Ну вот, собственно говоря. А по срокам этот зачет, насколько там большой разрыв? То есть если мы в этом году, например, за свои деньги сделаем водоотвод на своей территории, что-то там фундамент вложимся, мы что, должны какие-то собрать документы, передать их в фонд капремонта? Да, именно так. То есть вы должны, первое, протокол собрания, то есть решение собственников о проведении работ. Дальше вы должны составить ведомость, собрать деньги, ну и нанять организацию, заключить договор, выполнить, и потом все эти документы предоставить фонд. Тогда будет рассмотрено решение о проведении зачета. Но это должна быть и ремонтная работа, и проектная документация, какой-то организации документы, от которой принимает фонд капремонта. Есть какой-то... Нет, это не установлено. Любая лицензированная организация. Это решают собственники. Это решает собственники. Мне еще там по Кудшу-2 хотелось бы все-таки уточнить. Вот этот проект, вот этого ступенчатого отвода, он как рождался? Совместно с жителями, вы говорите, да? Чтобы прям вот сидели вместе со специалистами и рисовали? Или как это вообще было? Надо же потом было утверждать наверняка этот план-то. Конечно. Соответствует ли он инженерным требованиям? У нас есть определенный регламент. То есть собственники, они лишь выразили свое желание. То есть им не устраивала ситуация, которая, как мы говорили, не один год. И они высказались за то, что нужно поменять. Давайте здесь вот мы по-другому сделаем. Чтобы подание заливалось. Естественно, то есть решение принималось фондом с подрядной организацией, с проектной организацией. То есть и то, что мы им предложили, собственникам понравилось, они это согласовали. Насколько это по времени затратно? Или это все достаточно быстро делается? Это достаточно быстро. При активности жителей. То есть месяц-полтора. Это все входит, да, в общие сроки? То есть по данному дому сроки, они не нарушены. То есть у подрядной организации срок еще не закончился. Ну, чтобы уже поставить точку, с Куршот-2 уже много внимания уделили. Там все сделано или у них еще в плане что-то еще капремонт стоит? Нет. По данному виду там работы, они в стадии завершения. А другие виды? У меня предложение, на самом деле, общественной палате и комиссии по ЖКХ, которую Сергей Николаевич... Центр общественного контроля. Да, Центр общественного контроля, который Сергей Николаевич возглавляет, у Литин. Вот все-таки мне кажется, что такие вещи необходимо не просто решать точечно, а нужно действительно эту практику рассматривать. Мы сейчас говорим о комплексном освоении территории, в том числе в связи с тем, что большое количество программ и федеральных зашло, и комфортная городская среда, и безопасные качественные дороги. Дороги-то делаются, дороги делаются, отдельно делается двор, отдельно потом спустя какое-то время капремонт. Уже второй год мы говорим, что надо делать это комплексно. По сути, обязательно нужно обучать людей использовать все программы интегративно, если мы уж говорим, что все на собственнике, и мы сами управляем там своей жизнью, своими домами, прилегающими территориями. Потому что недостаточно зайти на сайт фонда капремонта, необходимо зайти на сайт БКД, посмотреть, когда у вас будут делать дорогу, необходимо посмотреть, как вы можете попасть в ППМИ, как вы можете попасть в комфортную городскую среду, все свои проблемы собрать и посмотреть, какими программами вы можете воспользоваться. И придется писать во все ведомства, которые отдельными программами занимаются, для того, чтобы они одновременно, без ущерба друг для друга, осуществляли там работу. Вот у нас этой работы, Сергей Николаевич, вы, наверное, со мной согласитесь, не ведется. Все они говорят, но не ведется. Все в своих точках работают. Каждая отдельная программа работает отдельно. Помните, Константин Сичихин говорил об этом, что нужно их интегрировать, одну программу в другую, чтобы сразу территория комплексно преображалась. Ну, вот, наверное, наиболее близкой к этой теме, это вот программа комплексной, вот это вот, по комфортной городской среде. Вот там хоть как-то вот эта вот увязка была, где мы проводим дороги, где мы, междворовые проезды, вот это, наверное, самая комплексная программа. Здесь соглашусь, что, ну, с другой стороны, вот как мы можем увязать программу фонда капитального ремонта с каким... Я понимаю, что в некоторых случаях совпадет, и на это надо смотреть. Сама идея абсолютно справедливая и правильная, но она просто коснется не всех. Это история еще раз про обучение, которое могут проходить главы домов, ТСЖ, управляющие компании для того, чтобы самостоятельно тогда уж помогать чиновникам самостоятельно решать эти проблемы. Ну, давайте к дому Покарлу Липнину, Т67. Просто уж мы о нем упомянули. Там в чем особенности заключаются, Михаил Ильич? Ну, там особенности... Фасад, крыша, да. Да, там особенность в том, что крыша была отремонтирована, по-моему, в 2008 году. То есть межремонтный срок от одного капитального ремонта до другого еще не наступил. И возникла ситуация, что фасад нельзя делать, потому что с желобов водоотводных по карнизной части крыши вода бежит на фасад. То есть она его заливает. То есть необходимо отремонтировать крышу. После этого можно приступить к фасаду. И в данной ситуации были направлены обращения в адрес управляющей организации, которая занимается обслуживанием дома. Но до настоящего момента пока еще эти дефекты не устранены. Поэтому уже в текущем году у нас нет времени. Работа носит сезонный характер, уже нет времени выполнить ремонт фасада. Это вот простым языком, если рассказать об этой ситуации. И тут как раз именно собственники сами настаивали, что нет, нам не нужен такой фасад. Ну понятно, что краску будет смывать, опять будет там все отпадать. Теперь управляющую компанию должны обязать, чтобы она сделала крышу. И только после этого можно приступать к ремонту фасада. Так? Да. Вот сейчас как раз эта стадия и находится, когда жители добились переноса на один год. Это возможно. Это, в общем-то, процедуры такие есть. Сейчас за этот год надо залатать крышу, потому что это не капитальный ремонт, это текущий ремонт. У управляющей компании на это должны быть деньги. А как у них по факту там состояние дело? Есть у этой управляющей компании деньги или нет? Это крупная управляющая компания. С долгами по 200 миллионов это? Нет? Да. А, как раз вот это. Отличная. Подождите, подождите. Мы про одно этажа грейдера нет. У Кавчебовского района сейчас нет реформации некая, все-таки произошло. Ну вот, по крайней мере, жители ходят туда. Хорошо, на будущий год жители как-то расстроились? Безусловно, жители расстроились. Жители, конечно, расстроились. А есть гарантии, что еще раз я возвращаюсь к вопросу, управляющая компания проведет ремонт крыши? Или опять будет такая ситуация в следующем году? Кто за этим должен следить? Вот сейчас есть уже прецедент. Жители обратились. Я думаю, центр общественного контроля может оказать содействие. Я думаю, что следующая итерация, если в разумные сроки управляющая компания не отреагирует, это жилищная инспекция? Да, жилищная инспекция, да. А дальше? Но никто не держит на контроле, опять контролируют все жители сами. Правильно? Да. А там есть активисты? Там эти активисты, они ходят в гости. Нет, хоть в самом деле фонд тоже держат на контроле, потому что как и собственники написали в адрес управляющей организации, так и фонд написал. Мы, безусловно, тоже держим на контроле. Мы ведь обязаны сделать ремонт, так или иначе. То есть будем решать, будем также обращаться в контрольно-надзорные органы, каким-то образом решать эту проблему. То есть совместно? Совместно, безусловно, совместно. Я хотела это услышать. Спасибо. Полторы минуты у нас перерыв рекламный. Продолжим наш разговор с Михаилом Кузьминым и Сергеем Улитиным. Капитальный ремонт. Что и кто мешает проводить его в своевременной и в нужном объеме? Мы продолжаем разговор с Михаилом Кузьминым, генеральным директором Фонда капитального ремонта Кировской области, и Сергеем Улитиным, руководителем Центра общественного контроля в сфере ЖКХ при Общественной палате Кировской области. И у нас есть еще ситуация, когда ограничен доступ. Я понимаю, так правильно, Володя, самими жители? Ну как ограничен, да. Пришел подрядчик, нужно делать капремонт, например, системы водоснабжения или отопления. В доме. В доме, да. Мы часто эту тему поднимали, уже неоднократно, в том числе с Михаилом Алексеевичем. А найдутся такие жители, собственники, которые не пускают свои апартаменты. Не хочу, и все. Там еще такая ситуация, ведь бывает, делают дома жители ремонт, трубы вот эти все зашивают под какой-нибудь профиль, гипсокартончик, закрыли все у них там красиво, а трубы менять надо. Не хочу. Что это? Я тут только что ремонт сделал. Как раз мы пару месяцев назад, чуть побольше, с Михаилом Алексеевичем говорили о том, что якобы новые механизмы появились, воздействия. Да, да. И вот, собственно, какая уже практика по данной теме сложилась за последнее время? Ну, тут механизм, он не то, что назвать воздействием, но, наверное, может быть, как бы для принятия более такого серьезного решения, как стороны собственников, а также решения ситуации, когда подрядная организация не может завершить работу, а фонд не может их принять. В результате план не выполняется, и нас ругают, почему мы план не выполнили. И вот, да, такой порядок утвержден законодательно в Кировской области. Давайте напомним его суть, что за порядок. Его суть заключается в том, что если есть вот эти факты недопуска к общему имуществу, то есть это могут не только жильцы, это могут быть и юридические лица, которые имеют нежилые помещения на квартирном доме, предусматривает при установлении в фактах подрядной организации, и она направляет уведомления в фонд, фонд назначает комиссию для выезда на многоквартирный дом. На дом вывешивается объявление, направляется также уведомление в орган местного самоуправления, в управляющую организацию. И в определенный день, ну, устанавливается определенное время, комиссия выезжает на этот дом и осуществляет обход квартир. Там вот те квартиры, где именно были, ну, вот эти факты недопуска и другие помещения. И составляется акт. Затем, если эти факты есть, собственникам как бы устанавливается срок две недели, то есть у них есть возможность еще раз подумать и возможно обеспечить этот допуск. Если этот допуск, ну, они не поменяли свое решение, значит, уже комиссия в фонде рассматривает уже эти документы и составляется протокол об отсутствии возможности завершения или всех работ. То есть есть ситуация, когда, допустим, нету допуска к магистралям, нету допуска к стоякам и, собственно говоря, там, ну, вообще невозможно в целом сделать эту систему. Либо когда частично, допустим, невозможно сделать там один-два стояка. В этом случае решение о частичном ремонте. То есть невозможно сто процентов завершить. И вот на сегодняшний день в фонд поступило 128 обращений от подрядных организаций. Я хочу, как бы, для информации у нас в 2018 году, вот, как раз с инженерными системами тепловодоснабжения только по городу Кирово 85 домов. Если по области это больше ста домов, вот, поступило 128 обращений о невозможности завершения работ. Уже проведено три заседания комиссии, то есть по этим 128 домам вся процедура соблюдена, то есть выезды сейчас на разных стадиях. И по итогам рассмотрения, вот, по семи домам уже работы вообще будут перенесены на 2019 год. Это, например, Октябрьский проспект 54, Воровского 50А, Чапаева 12, Свободы 116, Большего 11, Воровского 72. И по городу Налинске коммуны 15, вот один дом. И еще не менее, наверное, 13 домов с тепловоснабжением также срок будет принесен из-за невозможности в целом. А можете пояснить, чье конкретное это нежелание все-таки? Вот речь идет о обычных жителях, собственниках, либо это юрлица? И юрлица, и физические лица тут абсолютно. Есть ситуации, когда просто невозможно в квартиру попасть. То есть там никто не живет и нету доступа. Вот, например, есть один на квартирный дом, я расскажу тоже ситуацию, по Малмыжу. Там находится вод по воде в квартире. И в эту квартиру нету доступа, да. Собственник отказывает. В результате воду перекрыть нельзя и невозможно вообще сделать работу. А выход-то какой? А выход, вот, дальше проводить работу с собственником. Но он просто уехал, его нет. Мы же не будем взламывать эту квартиру. Ну, соответственно, в другие сроки проводить ремонт. Иногда думаешь, что жаль, что нет таких полномочий. Ну, это так. Да, а вот хорошая история, когда, вот, пример, который я привела, когда и доступ есть, и вы встречаетесь лицом к лицу к собственнику, а он говорит, я только что вот эти все трубы зашил своим прекрасным, значит, гипсокартоном, у меня тут все красиво, а вы мне сейчас будете все срывать. Вот здесь вот какая схема работает. Мне так кажется, что собственник обязан обеспечить доступ к коммуникациям и не имеет права их так прятать, чтобы потом эти службы не могли бы до них добраться. И мне кажется, что они обязаны там все взломать, службы, собственно, ремонтируют трубы, а закрывать и восстанавливать должен сам собственник. Но может быть другая схема работает, нет? Ну, у нас по закону, в данном случае, в ЖК РФ, собственник обязан обеспечить доступ. То есть он, как вы правильно говорите, должен вскрыть и обеспечить доступ к коммуникациям. После проведения работ он самостоятельно восстанавливает отделку. Здесь очень внимательно, когда проводят люди ремонт. Хочется, конечно, все трубы убрать, но убрать их надо так, что можно там либо панель снять, либо открыть какую-то там дверцу и так далее, чтобы доступ к коммуникациям был обеспечен в любой момент времени. Да. Ну, в каждом случае индивидуально. Если собственник, допустим, вскроет и покажет, что у него там все заменено, и есть где, допустим, присоединиться, и он не против, то никто ему не будет там все это заново делать, если видно, что технически у него сделано, и это не будет являться препятствием для дальнейших работ. Но это бывает очень редко. Это правда. Я сейчас вспоминаю свой ремонт, когда пытаешься зашить все, что только можно зашить, и тебя никто в этом не останавливает. Но есть другие ситуации, я приведу пример тоже. Они вроде бы, когда меняется система водоотведения, допустим, и чтобы ее поменять, необходимо снять санитарный прибор, унитаз. Но не сломав его, его просто не снять. То есть вот такие ситуации. И собственник просто отказывается. Он говорит, вы купите мне унитаз, я тогда разрешу. А, кстати, да, забавно, конечно, но куда без этого изделия? То есть вот, к сожалению, у нас, у каждого человека есть свое мнение. Ну, мы с этим считаемся. Поэтому, наверное, чтобы как-то решать вопросы, такой порядок и существует. Потому что, на самом деле, мы не можем за каждым ходить по пять раз и просить, когда вы нам обеспечите. Исход-то какой будет? Что вы прогнозируете по этим фактам недоступа? Ну, исход, я все-таки думаю, что люди, потому что бывает из-за одних, страдают другие. Когда, допустим, часть не обеспечивает доступ, нецелесообразно весь стояк менять, а есть желающие, кто хочет, чтобы у него сделали ремонт. Наверное, люди будут встречаться, собираться, как-то решать, сообщать. Сама организация опять. Да, сама организация. Нет, Сергей Николаевич не считает, что придется своего соседа так вот найти и убедить. На самом деле, вот эти все изменения, упрощение процедуры, они точно полезны для фонда, они точно полезны для подрядчиков, потому что упрощают процедуру подписания неполно сделанного капитального ремонта. То есть не допустили, не допустили, подписали документы. Да, но, к сожалению, для отдельно взятого дома это точно нехорошо. Вот, ну, плохо, но не может быть такого, но вот дома, которые мы сегодня называли, ну, если, допустим, на Карл Липпинск 67, допустим, не все стояки поменяли, вот все-таки это капитальный ремонт или не капитальный? Ну, так а что делать-то, Сергей Николаевич, если люди не могут самоорганизоваться, они же все собственники этого дома живут вместе. Вот смотрите, здесь по большому счету есть, правильно сказано, да, то есть по Жилищному кодексу жители обязаны, да, то есть как это можно сделать? Через суд, через суд, насколько это затягивается по практике, даже успешной практике других регионов на несколько лет? Вот идти по этому пути или не идти? Наверное, идти. То есть здесь фонд капремонт и подрядчики могли бы не просто подписывать акты, а идти и судиться, и добиваться. А при этом где здесь место все-таки собственников, о которых сейчас говорят, что они должны брать ответственность на себя и участвовать в управлении дома? Они будут сидеть и ждать? Ну судиться может и собственник. То есть фонд капремонт вместе с собственниками могут выступать, с теми, кто хочет этого капремонта, выступать против соседей? Собственники в этом случае не играющая сторона. Почему это не играющая? Собственники. Вот есть фонд, фонд в соответствии со всеми процедурами этим занимается. Собственники как еще могут помочь? Те активные собственники, которые этим... Вот смотрите, у вас... Я страдаю от моего соседа, который не дает доступ мне. Почему я не могу подать на него все? Он не может. Он не вам. Я могу это сделать. Можете подать. Вот и пройти про этой процедуре, его может суд принудить? Да, единственное, может принудить. Но это очень сильно срок затянется. Проще, как Володя предлагает встретить и поговорить несколько раз. Там же он не будет стороной договора, поэтому может ли он суд подать? А почему? Какая разница? Может любой собственник подать в суд, обязать. Ведь в конечном итоге он страдает данной ситуацией из-за того собственника, который не обеспечивает доступ и страдает другой. А у нас есть такие прецеденты, Сергей Николаевич? Я не знаю. Вы не слышали. Просто интересно, как дальше развиваются события. Если суд я выиграл или кто-то выиграл против своего соседа, есть решение суда о том, что необходимо осуществить доступ. Дальше кто стучится в дверь к соседу, доступ открывает. Есть другая ситуация, когда выигрывает суд фонды капитального ремонта, то это не означает, что с завтрашнего дня дверь открыта, идите работать. Это означает, что дальше вступает сложная система допуска. Ну, в общем, дальше это не открывает дверь. Дальше это очень сложный процесс. То есть это еще дальнейшее хождение. То есть я делаю предположение, возможно, еще какие-то законодательные изменения нужны? Не штрафуют этих людей, которые в допуске отказывают? Какое наказание есть у людей, которые нарушают? Они же нарушают, получается, закон, они отказывают в допуске. Но как они страдают от этого? Они получают штрафные санкции серьезные. Что накладывается на них? Я так понимаю, что это административное правонарушение, это решение суда. Там большие штрафы? Или что это? Что такое решение? Мне кажется, что там не слишком большое решение за это предусмотрено. Санитар стоит дороже, чем штрафы, которые там... Если говорить о том, есть ли у нас альтернатива, альтернатива есть всегда. Надо просто смотреть шире, да? А дальше возникает вопрос. А можем мы в домах стояки вынести в места общего пользования? Протянуть их вот... Например, мы были в доме на Попово, где делали электричество. И там они по новой общей коммуникации провели по подъезду. Может быть, не очень прямой пример, но идея понятна, да? То есть стояки выносить на площадки в тех случаях, когда это возможно. Ну, такие примеры есть. Я не буду называть города, где уже новые дома проектируют именно вот с такой схемой. То есть общее общество... Когда уже заранее отсекают эту проблему доступа, собственно, не в квартиры. Логично. Это логично. У вас, Кира, есть такие микрорайоны и дома, где вынесены коммуникации из квартир? Я думаю, что найдем. Найдем, пройдет время и найдем. Надо поговорить с строителями. Ну, да. Я думаю, что уже лезто подобная тема. Посмотрим, спросим. Хорошо. Спасибо. На этом завершаем мы беседу с нашими гостями. Михаил Кузьмин, Сергей Улетин. Капримон продолжается. Еще поводов для встречи будет масса. Так что удачи. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин